Я вот снова, потом я услышал, что она зовет. Виктор, Виктор. Включали диван. Она говорит, вызови скорую, неплохо. Вот я пошел вызовать скорую. А вот что происходит, за что, я не знаю. Я пытался вспомнить, но ничего, я даже не представляю, как это все могло получиться. Это тот редкий случай, когда проводить следственный эксперимент бессмысленно. Подозреваемый в убийстве Виктор ничего не помнит. Может, всему виной алкоголь, выпитый накануне, а может, болезненное желание разделаться со своей супругой. Ведь в соседке подачи в ту ночь Виктор вдруг увидел свою супругу. Об этом успела рассказать потерпевшая, пока была жива. Женщина пояснила, успела пояснить до того, как умерла, получается, врачам, о том, что во время того, как он ее избивал, он называл ее именем жены, называл ее Машей. Ранее он был судим за избиение своей жены. Последний день он сознался частично, так как помнит только, что находился у нее в квартире, находился один, и кроме него никого не было. То есть, как наносил он телесные повреждения, он не помнит. Он помнит лишь только, что проснулся утром и увидел, что женщина избитая. Убитую женщину Виктор знал не один десяток лет. Были соседями по даче. В тот вечер он попросился переночевать у пенсионерки в квартире. Та впустила гостя без разговоров. Не насторожила ее и криминальное прошлое Виктора. А зря. От многочисленных ударов бабушка скончалась в больнице. За причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека, Виктору светит реальный срок – до 15 лет лишения свободы. Также Виктора проверят на вменяемость. Ведь, как он рассказал следователям, раньше во сне он часто нападал на своих близких. Косит ли Виктор под душевнобольного, или у него действительно редкая форма психического расстройства, решит суд. Он не может говорить.